8 километров от Саратова и цивилизации конец. В селе Шевыревка, Татищевского района, люди приспособились жить без воды и газа. Кроме того, в поселке нет ни одного магазина. Несмотря на 300-летнюю историю этого поселения и достаточно близкую расположенность к областному центру, у людей до сих пор нет нормальных условий для жизни. Один день из жизни забытого села в репортаже Полина Федюк. От Шевыревки до Саратова 10 минут в ходу. Опечатление, что город и деревню разделяют сотни километров и сотни лет. Нет. Земля Шевыревцам дает хлеб, который они сами выпекают, а небо – воду. Зимой они топят снег, а летом собирают дождь. В Шевыревке жители на вопрос «А есть ли у вас?» чаще отвечают «Нет, нежели да». Здесь нет ни магазинов, ни газа, ни воды. А вот жизнь все еще теплится, и люди за нее борются. Утро у Людмилы Алексеевы вне зависимости от времени года начинается на огороде. Снежная зима ей в радость. Снег женщина собирает, из него и получает воду. Вот ведро снега набрала, а с него полтора литра воды. Больше не получится. Так вот и живем. У соседки Людмилы Алексеевой на кухне свои секреты. Воду она как щи готовит по особой рецептуре. Сначала снег она плавит у печки. Газ в деревне покупной, и его экономят как воду. Вот так вот мы и воду добываем. Талую воду Розалия Сергеева несколько раз процеживает и обязательно кипятит. Только потом, говорит хозяйка, снег можно пить. «Да мы практически полностью этой водой пользуемся. И умываемся, и стираем, и посуду моем, и готовим, когда деваться уже некогда». Алоиза Спурючки с тяготам шевырёвской жизни противостоит. И за водой каждые два дня отправляется в дальний путь, в соседнюю сторожовку. Здесь в администрации он набирает чистую воду. Считает, что секрет его крепкого здоровья не в еде, а в воде. «Нет у нас воды вообще. Питьевой даже зимой нет. Вообще никакой воды. Вообще. Кроме снега». «То есть снег вы пить отказываетесь?» «Не, я не буду. Я снег пью». Бедами шевырёвцев заинтересовалась природоохранная прокуратура. Пить талую воду нельзя, а набирать её за несколько километров тоже не выход. «В деревне Шевырёвки проживает 61 человек. Вместе с тем, как централизованных, так и децентрализованных источников водоснабжения в этой деревне нет. То есть водоснабжение осуществляется населением собственными силами, органами местного самоправления, своей полномочия. Часть организации водоснабжения не исполняли». Вопрос водоснабжения деревни решением суда возложен на Сторожевскую администрацию. Вот только средств здесь нет. «Прокуратура издала такое постановление, чтобы мы решили вопрос водоснабжения деревни Шевырёвка. Но это не так просто, как на самом деле кажется. Потому что провести водопровод – это огромные деньги. Пробурить, как предлагают, скважину тоже невозможно, потому что там нет питьевой воды». Малые населённые пункты не входят ни в одну целевую программу, ни на областном, ни на федеральном уровне. Поэтому вопрос газификации и водоснабжения в Шевырёвке остаётся открытым. Полина Федюк, Сергей Пономарёв, Олег Захаровский, Кирилл Логинов, Вести, Саратов. Продолжение следует...